Пенсионная реформа 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 миллиона, бэушный он стоит 100 тысяч рублей. А люди, которые эксплуатируют автомобиль за миллион рублей, автомобиль за 100 тысяч рублей, одинаковый транспортный налог за него платят, потому что он рассчитывается из количества лошадиных сил. Я считаю, это неправильно, поэтому мы выступали с инициативой отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет. Люди их покупают не из-за того, что они жиру бесятся, а потому что у них нет денег, чтобы купить новый автомобиль, возможно, с мощным двигателем. Такая же ситуация сегодня, значит, на нашей международной обстановке мы выступили с инициативой, чтобы когда будет в этом году проходить универсиада в Красноярске, были абсолютно такие же нормы и льготы, как были во время проведения Мундиаля. Приедут студенты со всего мира, и я считаю, что и бесплатные музеи должны быть, как это было во время Мундиаля, и бесплатный проезд должен быть, и, конечно же, без вызова въезд мы с такой инициативой обратились. Вообще ситуация, конечно, патовая. Вроде бы все законопроекты, и сегодня мы обсуждаем законопроекты, более 30% законопроектов, которые сегодня мы обсуждаем, это законопроекты от ЛДПР, но ситуация заключается в том, что большинство из них идет к отклонению. Ну и напоследок, если уж мы говорили про реновацию, сейчас в прессе одна из самых главных новостей это реновация Государственной Думы, то, что будет потрачено в районе 4 миллиардов рублей. Я помню прекрасно, что мне сказали, что мы переедем в новое здание, только когда последний избиратель переедет в новую квартиру. Сейчас будет ремонт за 4 миллиарда рублей. По этой логике мы с вами тоже должны переехать и сделать ремонт, только когда все квартиры наших граждан будут отремонтированы. ЛДПР об этом говорило давно, и давно бы мы уже переехали, и деньги были выделены. И это стоило намного дешевле, потому что и мы жилье было в Москве намного дешевле. Но мы дождались, и в итоге теперь 4 миллиарда рублей на это тратим. Спасибо большое.